Теплые вещи, сладости, книги, товары первой необходимости. В управление Росгвардии по Самарской области вновь прибыл гуманитарный груз 500 килограммов от активистов Народного фронта для дальнейшей отправки на Донбасс. Люди пострадали, им необходима поддержка. И население у нас всячески помогает, поддерживает людей. Мы, в свою очередь, Росгвардия, помогаем эти грузы доставлять до адресатов и конкретно нуждающимся предоставляем лично в руки. Отправить гуманитарный груз на Донбасс планируют в конце февраля-начале марта. Уже на месте доставка товара в первой необходимости осуществляется в кратчайшие сроки. На раздачу уходят не более суток. Помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, а жители Донбасса сейчас переживают непростые времена, может каждый неравнодушный житель города, отмечает член регионального штаба Народного фронта по Самарской области Валерий Сенцов. Для того, чтобы люди, присоединенных к России территорией, чувствовали тепло, заботу и любовь своих земляков. От земляков радость доставляет, когда простые теплые слова, когда посылочки согревают душу и тело. А сегодня мы отправили помимо продуктов, помимо писем от школьников, пожелания, мы также отправили те необходимые вещи, которые согреют в стужу, в том числе и пригодятся спальники, в том числе и различные хозяйственные оборудования. В сборе гуманитарной помощи принимают участие неравнодушные жители города, общественные ветеранские организации. Школьники часто передают на Донбасс письма с теплыми пожеланиями для жителей и наших солдат. Гуманитарку приносят в отделение ОНФ по адресу улица Ленинская, 202. Помощь жителям присоединенных к России территорий активисты Народного фронта в рамках акции «Все для победы» оказывали уже более десяти раз. Сегодняшний груз, собранный жителями города, уже в скором времени в сопровождении росгвардейцев, будет отправлен в место назначения. После чего начнется уже следующий сбор вещей, продуктов питания и товаров первой необходимости. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.